Мне удалось получить в прошлом году стипендиальную поддержку в рамках программы ЕШ между Австрийской и Российской Академиями Наук. И в общем, если для более старшего поколения история получения грантовых стипендий и возможностей поехать провести исследования в европейских странах были нормальным явлением, то для нашего поколения уже такие возможности очень сильно сужены в последние десятилетия. И, собственно, для меня это был такой первый очень важный опыт длительного пребывания, когда была возможность систематически поработать в архивах библиотеков и, главное, в том числе взять интервью. И, собственно, одним из моих таких, я считаю, успехов и направлений, это достаточно большая, ну как большая, это качественное интервью, то есть я не количественно считаю, но у меня получилось 6 или 7 таких глубинных интервью непосредственными участниками процесса. Но это вводная часть. Собственно, вопросы, с которыми я ехала в Австрию и которые я подавала в рамках проекта, они заключались в том, что какое место занимали религиозные сюжеты в той системе коммуникации, которые были между странами Восточного блока, странами Холодной войны и непосредственными странами-нейтралами, как мы их называем. То есть я хотела вписать свою историю изучения религиозной жизни в Советском Союзе, историю повседневности, которой я занималась для позднего СССР, для Брежневского периода, в контекст международных отношений и в контекст не отношений с, скажем так, двух противоборствующих блоков, а посмотреть, собственно, позицию нейтральных стран на этом вопросе. Собственно, для меня тогда вопрос стоял, что как сравнить секуляризационные процессы, которые были на Востоке и на Западе, как в них вписать вот эту систему коммуникации и так далее. И, собственно, потребность посмотреть на реакцию той стороны была связана с тем, что у меня уже был проект об изучении христианской в церкви Восточной Европы в период Холодной войны, и опять сюжет о международной активности и их важности вот этого направления для церквей Восточного Блока, он прямо вылезал, да, но ограничена специфика источниковой базы, что я видела, собственно, только интерпретации и запросы, скажем так, с одной из сторон, они все время как бы оставляли такой открытый большой блок. Между тем, собственно, исследования в советских ведомствах показали, что начиная с Хрущевского периода, середины 50-х годов и дальше последовательно на протяжении Брежневского периода мы видим, что Министерство иностранных дел Советского Союза и его руководство настойчиво доказывали важность религиозного фактора в системе международных отношений и пытались активно привлекать внимание советского руководства к тому, что этот фактор надо бы использовать. И, собственно, мы видим, что частично включение религиозных деятелей Советского Союза в международные отношения начинается еще в сталинский период, да, выделяется традиционная веха, это Вторая мировая война, это преимущественно представители православной церкви. И здесь, соответственно, в Хрущевский период, да, с внутренней стороны предлагается, да, усилить влияние и расширить, во-первых, ну, в рамках развития народной дипломатии отношения общественных, организаций и так далее. Сейчас история культурной дипломатии в Советском Союзе развивается достаточно интенсивно, изучается, было несколько проектов им посвященных, вот. И, собственно, мы видим, что религиозная дипломатия также получает развитие, и что новое в Хрущевский период власть санкционирует выход на международную арену теперь не только представителей православных церквей, но и представителей католической церкви из разных республик, и, что немаловажно, представителей, как бы мы сказали, принятой в российской историографии протестантских динаминаций, или, если использовать понятие, принятое в среде, собственно, носителей этой конфессиональной группы, можно сказать, представителей свободных церквей, хотя, опять же, в случае Советского Союза это понятие не очень работает. Конкретно лидером по международным контактам официальной дипломатии становится все их Б, это Всесоюзный Совет Евангельских Христиан-Баптистов, который развивает очень разнообразные контакты в разные стороны США, с европейскими странами, со странами-нейтралами и так далее. Собственно, плюс еще, да, она работала в области миротворчества, она также была стабильна, в каком направлении эти делегации посылали. Ну и, собственно, мои уже сделанные публикации показывают, во-первых, стабильный рост дипломатических контактов по религиозной линии со стороны советского правительства, а с другой стороны, уже, собственно, обратную зависимость советского руководства, того, что, да, что религиозные деятели Советского Союза становятся достаточно важными акторами в вот этой вот, да, усложняющейся конфигурации холодной войны. И, собственно, ну, был еще и другой уровень коммуникации, который очень трудно было связать, собственно, с официальной дипломатией. Это письма и жалобы верующих, которые активно поступали за рубеж и которые стали такой неотъемлемой частью повседневности холодной войны. Они шли в международные инстанции, они апеллировали в ООН, к Комитету защиты мира, к Папе Римскому и так далее. И вот, собственно, вот этот уровень своеобразный, но, тем не менее, уровень коммуникации, эти письма были массовыми, это тоже вот так как бы часть советских реалий, которая, собственно, задавала вопрос, а что же было по ту сторону, да, как реагировали на вот эти вот разнообразные системы и предложенные истории контактов допустимых или недопустимых, ну, по факту происходящих, с советской стороны. Ну, и, собственно, начиная свой проект, я знала, что в Швейцарии была основной базой для религиозных, во-первых, экуменических организаций, хорошо известная организация, это Всемирный совет церквей, самая мощная, и работа которого в условиях холодной войны, то есть специфики, в которых он оказался между противостоянием первого, второго, третьих миров, смещением акцентов между противостоянием первого, второго и, собственно, конфликтов между Востоком и Западом с севера на юг, противостояние, которое наблюдалось внутри вот этого, внутри этой организации, она описана в работах последних, последних работах немецких историков, которые получили доступ к фондам этой организации и так далее. Но, кроме того, в Швейцарии было множество миссий, которые мелькают в советских документах, которые, в общем, мы видим по периодическим изданиям. Во-первых, самая крупная миссия, или она, строго говоря, не миссия, а центр, это была Глауба Интерцвайтенвельт, которая находилась в Цюрихе, потом была Крислихе Ост Миссион, потом были Миссион Сверхлихте Мостон и разные, в общем, подразделения свободных церквей, которые так или иначе работали и контактировали с верующими Советского Союза. И, собственно, это были достаточно закрытые, консервативные, в первую очередь, евангелические структуры, которые академическим исследованиям, собственно, ранее не подвергались. Собственно, после приезда в Вену, и вот с таким вот запросом, еще у меня было мнение, что Вена, согласно историографии, была таким центром притяжения и контактов для католиков Восточной Европы. Ну, собственно, с этим я приезжаю, и дальше достаточно сильно начинается меняться фокус, собственно, от того, что происходило, и передо мной начинает, как бы, возникает сначала, а потом становится такой очень мощной доминирующей фигурой, перекрывающей все. Это фигура кардинала Кёнига. Вот, поскольку про него практически неизвестно в российской историографии, и при этом достаточно многое известно в немецкоязычной. Поэтому кратко, собственно, в чем он интересен. Значит, он, ну, во-первых, годы жизни, вы видите, что, собственно, весь XX век был его, и, согласно его официальной биографии, он родился в крестьянской семье, и он учился в университете Григориана в Риме, где уже в 30-м году получил степень доктора философии. Там же интересно, что он в институте ориенталистики тоже учился. Но сначала он получает доктора философии, в 33-м году в Австрии уже он получает доктора теологии. И, собственно, согласно его официальной биографии, во время войны он уже в своей епархии, он помимо работы с молодежью, начинает работать с военнопленными. И считается, что его знания русского языка, которые были таким важным нарративом о его образе, он получает как раз в ходе работы с советскими военнопленными. В 45-м году он становится профессором изучения религии, религионс-профессор в Кремсе, и с 46-го он уже хабилитируется там, то есть это очень такая быстрая и мощная академическая карьера для католического священника на тот момент, он был рукоположен в 33-м году в священнике, и становится приват-доцентом в религионс-висеншафтен, то есть в изучении религий, и, соответственно, в рамках альт-тестаментлихин-висеншафтен, то есть это такое вот как бы совсем такое специфическое, неклассическое для католической теологии направление. И, собственно, вот на тот момент публикации его много касаются вопросов зороастризма, и в том числе восточных древних религий. В 52-м году он назначается епископом еще Папой Пием XII, и тоже его направление – работать с молодежью. В 56-м году еще при жизни, опять же, Папы Пием, он назначается уже архиепископом Вены, и в 58-м году уже Папой Иоанном XXIII он вводится в состав коллегии кардиналов. С февраля 59-го года кардинал Кёниг назначается тем же Иоанном XXIII ответственным за работу с вооруженными силами Австрии, что для особого статуса Австрии – это вообще такая, в общем, достаточно сложная история, которая еще нуждается в том числе для меня в детализации. И он эту должность занимал как бы главного викария по работе с вооруженными силами до 69-го года, будучи параллельно уже архиепископом Вены. И, значит, в чем его примечательность согласно официальным немецким биографиям? В том, что он в 73-м году выступал перед Федеральным Собранием Второй Республики Вены с докладом. У него был полуторачасовой доклад, где он, собственно, объяснял новой избранным депутатам Австрии о теме церкви и общества. И вот эта его публичная роль в ходе, это уже 73-й год, и мы знаем, что Австрия в этот момент левая по своим правительствам. И, в общем, социалистические идеи, и вообще, как мы знаем, процессы секуляризации европейского общества в этот момент очень мощные. А Кёник умудряется поддерживать свой публичный статус в общественном пространстве, в том числе через активное участие в светских радиопередачах и телевидениях, и активные контакты, и создание совместных проектов обсуждений с левым социалистическим австрийским правительством. Что, в общем, это вот его тактика. Причем он не по политическим вопросам с ними дискутирует, а в первую очередь обсуждает про злободневные общественные проблемы. И, соответственно, это совсем другое измерение, и очень необычная история отношений церкви и государства, светского, левого, нейтрального, после наших привычных схем о том, как вообще процессы секуляризации развиваются. Ну и плюс к тому, значит, это, как бы, скажем так, контекст его внутри австрийский. Был его новое измерение, его и в рамках вообще всей католической церкви. Дело в том, что во время Второго Ватиканского собора он возглавляет, ну, помимо, он разрабатывал документы, касающиеся вопросов религиозной свободы и куминизма, и он был назначен главой Ватиканского секретариата по взаимоотношениям с неверующими. И это было принципиально, опять же, новое направление. И, собственно, кардинал Кёник инициирует и развивает идеологию с марксистами, в том числе и вообще вот история диалога с неверующими как концепт католической церкви, когда он из области блокирования отношений, например, с коммунистами, да, как с персонами, переводит, во-первых, в область диалога, во-вторых, в вопросы диалога и мировоззрения, обсуждения в философских категориях. Это, опять же, вот его такой личный был очень мощный вклад и импульс, и он смог преодолеть, судя по всему, достаточно мощное сопротивление отцов Второго Ватикана, которые, в общем, имели такой антикоммунистический, антимарксистский характер, и которые считали, что, собственно, говорить здесь не о чем, это угрозы и так далее. Вот, и он возглавлял этот комитет по комиссии по диалогу с неверующими до 1981 года. И, соответственно, его посыл, главный тезис, в котором он в этом качестве действовал, понятно, что я, может быть, немножко упрощаю, он заключался в том, что он считал, что нужно общаться и вырабатывать линию церкви в контакте как с безрелигиозным гуманизмом Запада, так и с государственным атеизмом на Востоке. И вот сама идея поставить знак равенства и вообще сказать, что и то, и то проблема для церкви, и, соответственно, вот эта его концепция, что католическая церковь, она вообще-то едина для Востока и Запада, и в данном случае нас одинаково беспокоят вот эти проблемы, это, в общем, мне представляет достаточно интересную историю для кардинала Кёнига. И, собственно, он был первым западным кардиналом, который смог побывать, ездил и имел регулярные контакты в странах Восточной Европы, то есть через железный занавес. Собственно, нарратив его и его последователей, тот, который в книгах его памяти заключается в том, что первый раз он поехал в Югославию в 1960 году на похороны такой достаточно скандальной фигуры хорватского архиепископа Степенака, и он попал в автокатастрофу и больше месяца пролежал в Югославии в больнице, где над ним висел портрет, соответственно, Брустита, и где у кардинала была возможность подумать вообще о том, а что же происходит с церквами и христианами в Восточной Европе. И выводы, которые он сделал согласно этим нарративам, было то, что его миссия — быть в постоянной связи с христианами Востока и осуществлять ее. И, собственно, чем он занимался? Согласно его утверждению, здесь я бы поместила вопросы, поскольку он себя мыслил и позиционировал как представитель пастырской теологии. Все его диалоги, общение, контакты и, собственно, общение с людьми, которым он позволял вести диалог как с верующим, так и с неверующим, собственно, постановка вот этих вот вопросов, которые оставались его главным, собственно, главным нарративом. Значит, в чем его был сформулирован уже в 60-м году тезис? Он говорит, что Вена и лично он, и вообще католическая церковь в Австрии должна стать Брюкенбаут на Хостен и Бавин. Что это означает? Что он строит мост между Востоком и Западом через Вену, соответственно, возражая против некоторой концепции, согласно которой говорили, что Вен – это Брюкенкопф, начало моста на восток. А он говорит, что нет, 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 мы не начало моста, мы и есть тот самый мост, через который коммуникации осуществляются. И, в общем, этот тезис, он активно очень развивал, а мы понимаем, что за этим сюжетом, за этой колоссальной амбицией стоит еще и прошлая австро-венгерская история, потому что наиболее активные контакты и вообще развитая инфраструктура контактов, которые он создал, это в первую очередь территории, которые так или иначе были связаны или входили в состав еще имперской австро-венгрии. Но интересно-то другое, что как Ватикан, так и руководство стран Восточной Европы признают этот особый статус кардинала Кёнига как моста. Почему, собственно, мы можем об этом говорить? Достаточно самый яркий, пожалуй, пример, это такая фигура очень яркой холодной войны, это кардинал Минсенти, который более 10 лет просидел, это глава, примас венгерской церкви, который в результате венгерского восстания, он был последовательным антикоммунистом и какой-то момент стал искать во время венгерского восстания убежище в американском посольстве и, собственно, просидел там до 1971 года. И вот, собственно, что с ним делать дальше? Эти вопросы уже менялись с режима, менялись, да, система отношений в годы холодной войны, а он там все сидел. И, собственно, это была головная боль и глобально для правительства США и, в общем, и для Советского Союза, ну и понятно, что для правительства Венгрии, поскольку, как Ватикан, новая страна нуждалась в легитимации границ, в признании новых епископов, и, собственно, тут вот это была сложная игра вокруг этой фигуры, фигура, которая в итоге сама, во-первых, осуществляла контакт с этим упрямым кардиналом, был, собственно, кардинал Кёниг, в 1963 году его венгерское правительство пускало доезжать к нему в это американское посольство, и в 1971 году он его вывез, довез до Рима, вот, ну и из Рима кардинал Винсенци очень быстро уехал, потому что ему очень не понравилось то изменение вообще позиции и линии Ватикана, которые за это время в Ватикане произошли, вот, и уехал он, как несложно догадаться, я сначала этого не понимала, он приехал в Вену, естественно, вот, ну и потом он жил там в Альпах, ему кардинал Кёниг выделил место, где бы он мог жить, и, собственно, занимался своей активной антисоветской, по мнению, венгерского правительства, но и Советского Союза деятельностью, окормляя венгерскую эмиграцию в соответствии с риторикой. А вот, но, тем не менее, повторяю, решающей фигурой, которая смогла таки разрулить вот этот такой вот очень неприятный узел в глобальных отношениях Холодной войны, был именно кардинал Кёниг. Ну и плюс, к тому, еще одна такая интересная черта этого человека, который уже, пожалуй, относится не к Восточной Европе, а вообще к глобальным процессам глобализации. Кардинал Кёниг становится, скажем так, активным туристом или путешественником, и об этом сюжете как раз я бы хотела потом подробнее остановиться. Чтобы вы представляли масштабы и размах его путешествий, значит, в 71-м году он ездит в Польшу, в 72-м году в Уганду, в 78-м году в Антиохию, тогда же в Либанон, в 78-м же году он в Хельсинках, в 79-м году он в Константинополе и в Дамаске, в 80-м году он посещает Белград, Китай, Москву, Армению. В 81-м году он едет в Техас, на самом деле он был не только в Техасе, он был в других штатах Америки тоже в 81-м году. В 83-й год это Ефиопия, в 82-й год Египет и Израиль. Ну и, в общем, дальше, соответственно, продолжал он, собственно, пока ему физические силы позволяли. И, собственно, здесь вот я с той стороны Восточной Европы перестала включать, потому что это были бесконечные повестки. И, конечно, с одной стороны, это можно сказать, что вот католическая активность, а с другой стороны, мы совершенно можем вписывать это в контекст развития туризма в западном обществе, и плюс создание системы неформальных коммуникаций, потому что и на примере его путешествия в 80-м году в Москву, на котором я хочу подробнее остановиться, он считал, что единственная возможная коммуникация и вообще выяснение практической ситуации в условиях различных авторитарных режимов – это только непосредственный контакт и вообще, собственно, попытки понять ситуацию изнутри, оказавшись там. Итак, подводя итоги тем направлениям активности, которые кардинал смог развить за время своего архиепископства в Вене. Значит, во-первых, он создает, да, как бы суммируя, сейчас мы к ней вернемся, значит, во-первых, он создает фонд проориента, это очень важное направление, которое в контексте развития диалога с восточными церквями. Он не ограничивается церквами Восточной Европы, а вообще христианей Востока, и, собственно, идея проориента – не уния история, не история поиска уния, а одна из ключевых задач – это история презентации в западном мире образцов восточной духовности. Фонд проориента, основанный в 64-м году, существует до сих пор, и достаточно активно ведет диалог с дохалкидонскими и вообще с восточными церквами разных традиций. И, собственно, благодаря этому фонду эти церкви получили возможность презентации себя в пространстве западного мира. И вообще, просто чтобы вы понимали значение для Вены этого фонда приориента, он находится в Хофбурге непосредственно, то есть в самом центре Вены, находится тот фонд, который презентует западному обществу вот, собственно, работу и коммуникацию католической церкви Австрии с Востоком. Второе, что делает кардинал Кёникунац, основывает действующее до сих пор католическое агентство пресс-агентур, католической пресс-агентур, сокращенно КАД-пресс, и оно становится ведущим немецкоязычным католическим ежедневным изданием. Это информационное бюро, которое сводит новостную аналитику всех событий, происходящих в мире, и, соответственно, на немецком языке публикует. И, соответственно, вот этот КАД-пресс огромное внимание тоже уделял жизни за железным занавесом вообще на Востоке. И, собственно, то, как они презентовали жизнь Востока, как раз и была моя одна задача. Я вот за 60-е и 80-е годы этот бюллетень мониторила, и, надеюсь, когда-нибудь все результаты вот этого ежедневного анализа, новостей, как в медийных событиях, которые представляли, которые были важны для католического мира, обработать и потом представить. Значит, следующее направление, его повторяя комиссии, это я уже и упоминала, была комиссия по диалогу с неверующими, и в рамках ее в Австрии проводились вот эти регулярные мероприятия по диалогу с марксистами или вопросы веры и неверия в современном мире. И интересно, что кардинал Кёнинг приглашал некоторых профессоров из институтов общественных наук, например, и в том числе советские представители Советского Союза, у него несколько раз выступали и рассказывали, собственно, о том, что такое советская точка зрения, научный атеизм, марксизм, где место, собственно, как они видят, вот, себя, и, да, и имена, опять же, вот, удалось их реконструировать, тех людей, которые в Вену приезжали. Собственно, еще одно направление из коммуникации – это поддержание контактов. В Вене были представительства посольские или вообще церкви разных подворья, разных церквей и динаминаций. И здесь кардинал Кёнинг с ними тоже, ну, это логично, регулярно общался, они участвовали во всех у него приемах и так далее. Вот здесь почему они тоже оказались, как мне кажется, важными и нуждаются в особом комментарии. Потому что при начале работы, собственно, при работе непосредственно в архиве кардинала Кёнинга, я поняла, что он у священников и вообще представителей вот этих вот церквей мог запрашивать позиции по каким-то спорным вопросам. Только один из примеров, которых я приведу, который мне кажется ярким. Значит, в 1972 году кардиналу Кёнингу пишет письмо Майкл Бардо, известный англиканский пастор, который создал организацию Кестен Колледж, издававший бюллетень Religion in Communist Land, с просьбой подписать письмо канадского украинского диссидента Богдана Бацюркова с просьбой легализовать украинскую греко-католическую церковь. Вот, это очень ранний документ, на самом деле, потому что мы знаем, что вообще движение за легализацию массовое греко-католиков СССР начинается уже во второй половине 70-х. А тут вот такой вот сюжет, вот такая цепочка, значит, канадский церковный историк-эмигрант пишет письмо, Майкл Бардо, Великобритания его поддерживает, пересылает кардиналу Кёнигу, с которым он лично знаком, с просьбой подписать. Что делает кардинал Кёниг? Он направляет это письмо настоятелю прихода греко-католического святой Барбары в Вене и спрашивает его, согласен ли он с этим письмом и то, в чем в нем содержится, и стоит ли его подписывать. На что этот знаменитый в украинских эмигрантских кругах этот отец Александр, он, у него Дворкович, у него есть Острхайм Дворкович, отвечает, что, в принципе, письмо неплохое, подписать можно, но, например, информация о том, что в СССР, на территорию СССР действуют три нелегальных священника, около трехсот нелегальных, то есть около трех нелегальных епархий, трехсот священников, эту информацию следует вычеркнуть. Письмо возвращается обратно, мы видим его пометы, кардинал вычеркивает зеленой ручкой этот раздел и отправляет дальше-обратно, для того, чтобы это письмо было напечатано, как обещали, в Нью-Йорк Таймс. Я уже сейчас не помню точно, но смысл в том, что почему это не так сейчас важно, потому что в ответ он получает письмо от жены, причем Майкла Бардо, о том, что, знаете, письмо решили не публиковать в этой газете, поэтому он как информационное событие, оно не состоялось. Но почему я останавливаюсь на этом эпизоде? К тому, кто являлся ключевыми экспертными фигурами для кардинала, и кто формировал и оказывал влияние на его повестку дня. Еще одно направление, которое формировало круг представлений кардинала. Это, как интересно, сотрудники Министерства иностранных дел Австрии и представители австрийских посольств. Когда я приехала в Вену и начала работать, я пришла к моему руководителю и спросила, вы же занимаетесь дипломатией между СССР и Австрией, имеет ли смысл мне идти в Министерство иностранных дел и смотреть сюжеты? Он говорит, вы знаете, религиозные сюжеты были такими маргинальными вообще в этот период в истории дипломатии, что вряд ли дипломаты вообще такими вещами. Я говорю, смотрел, в общем, вы потратите кучу времени, даже вот, наверное, и не стоит, потому что результат будет настолько ничтожным. И в архиве кардинала удалось найти, что сотрудники посольства, причем как в Советском Союзе, я вам прямо хочу сказать, что мне не удалось сделать сплошной выборки, поскольку то, как устроен архив кардинала, это вообще особая история. Тем не менее, там можно было только по именам искать, там такие тетради, вручную, вписанными контактерами и, в общем, лицами, с которыми он вступал в контакт. В общем, например, посольство Австрии, в Советском Союзе пересылало ему информацию, не только если они составляли какие-то аналитические записки, например, они стали составлять, когда появляется активное движение в Литве и начинает публиковаться, создается комитет защиты прав верующих в Литовский ССР, начинается выпускаться хроника, но, например, они выпускали аналитическую записку и сообщали об этом кардиналу, когда, например, в 1977 году в газете «Известия» появляется статья главы Совета по делам религии Кураедова о том, что такое свобода совести в Советском Союзе и как буржуазные злопыхатели ее неправильно истолковывают. И вот сотрудник Министерства иностранных дел Австрии аккуратненько делает сводку, сравнивает то, что написал Кураедов с тем, что публиковали в журнале «Ост-Эвропа», такой ведущий экспертный орган по Восточной Европе, и там за год или за два была как раз статья о том, что такой свобода совести, ну типа по-советски, ну там более было такое. Вот они сравнивают эту позицию и сообщают, что типа ваше высокопроосвященство, вот чтобы вы знали о том, что это было, вот так вот отреагировали. Соответственно, у кардинала, если регулярно встречаются от пересылки от сотрудников дип-ведомств, он, например, аналитическое изменение положения церкви в Польше, ему сразу же посольство Австрии, видимо, самостоятельно составив справку, отсылает, потому что как раз польские события набирают оборот, или в Словении, и там никак раз не могут договориться. В общем, что, к чему я, да, решила вас этим нагружать. Значит, кардинал был не единственным, кто интересовался положением церкви в СССР. Вот вы видите в качестве иллюстрации пример, который я тоже нашла в его архиве. Собственно, и согласно той концепции, которую предоставляли теологические круги Западной Европы, вообще весь мир религиозников и тех, кто контактировал с Востоком в годы Холодной войны, делился глобально на два фронта. Это на борцов Холодной войны и на экуменистов, которые дружили с официальными инстанциями. Вот, и, собственно, как бы деятельность кардинала Кёнига, и те, кто были вокруг них, неудобно это яркий пример той организации, и, собственно, предыдущая вот картиночка, вы видели, и у Крифчан Сенберис Интернешнл. Видите, с какой символикой. Я, собственно, ради вот этого вот, вот это их верхней части. Вот это вот пример таких активных борцов, да, скажем так, Холодной войны. Собственно, о чём они пишут? Что вот церкви в Советском Союзе, вообще, вот они в таком состоянии, и мы собрали-то там сколько-то миллионов долларов для того, чтобы там не миллионов, а тысяч, да, для того, чтобы вот им помочь, они были переданы для того, чтобы церковь их устанавливать. Вот, и эта информация, и такие сообщения, и интернешнл различных организаций, вообще, честно говоря, я была, ну, вот, это уже, да, не столько исторически, лично поражена, сколько и какое разнообразие религиозных, околорелигиозных, пары религиозных или правозащитных структур, которые готовы были говорить и рассказывать о страданиях за железным занавесом и интерпретировать происходящее, в этот момент было. И они так или иначе, например, обращались за помощью к кардиналу. Интересно, это было важно, он действительно был такой важной фигурой, которая легитимировала, получается, вот эти вот истории. Им это было, было, если ты получаешь поддержку, то значит, твой статус вот в церковном мире западном и твоя деятельность может иметь продолжение, финансовую поддержку, вообще там укрепиться. И видно, что кардинал получает такие периодические издания, каких-то он поддерживал, кого-то не поддерживал, вот. Ну, и, собственно, вот этот вот спектр обращавшихся к нему людей, которые презентовали себя как голоса, как те, кто хотят говорить от имени страдающих христиан Востока, это вообще особое исследование огромное, которое, в общем, еще ждет, может быть, когда-нибудь кем-нибудь оно будет написано. Вот. Была фигура человека, достаточно спорного и сомнительного, вот, в которых в советских документах он мелькает, и который был близким человеком к кардиналу Кёнигу, это Евген Фосс, основатель структуры Глаубериндерсвайтенвельта. И именно с ним мы видим, что они, более того, кардинал, когда ему пишут из Ватикана про то, что плохо отзываются о Фоссе, вообще не надо бы с ним общаться, потому что он портит нам отношения с Советским Союзом, а кардинал его покрывает, ну, он отказывается ступать в конфликт, я говорю, знаю, что у Евгена Фосса информация проверенная, я буду с ним дальше продолжать сотрудничать. Евген Фосс выходит на большую арену в связи с хельсинским процессом, и мы знаем, что католическая церковь тоже достаточно активно в его подготовке участвовала, и Евген Фосс, собственно, выдвигает, как бы, страдания сами по себе христиан, в условиях глобального секулярного мира, они, в общем, большую аудиторию собрать не могли. Сколько бы кардинал там Козырев в Мюнхене не опечатал карты с концлагерями по всей территории Советского Союза, где страдают верующие, они не привлекали аудиторию и не могли стать медийным событием. Что происходит в случае с Глаубе? Ну, это как бы моя интерпретация. А Евген Фосс использует движение, которое для Советского Союза, и мы знаем, хельсинский процесс, означал совсем другое, чем он означал для западного общества. Потому что если для нас, для советского контекста, третья корзина, она, собственно, никаких там, да, не играла, не была интересна, то она получает огромный резонанс, собственно, и обсуждение в западном обществе. И тут Евген Фосс говорит, что моя организация, она про права, про права человека. И про религиозные права, как неотъемлемую часть свобод. И тут он получается из маргинального, достаточно странного реформаторского пастыра в Швейцарии, который был таким, в общем, не очень заметным персонажем на фоне таких глобальных, как, например, Всемирный совет в церкви, рядом в Женеве находится, показать значимость глобой трансвейтной вельт, в общем, было трудно. И к тому же в Советский Союз он один раз съездил, его больше не пускали, его сразу же признали антисоветским, там его деятельность очень нехорошо интерпретировалась, и он испытывал давление, к нему регулярно приезжали представители штази, и, собственно, вообще его взаимоотношения со штази. Несколько раз об этом были публикации в газетах, вообще фигура, которую вы даже не найдете, о нем полная биография сейчас в интернете, потому что это такая очень неоднозначная история как раз холодной войны и тех самых борцов, потому что про его взаимоотношения с органами госбезопасности ГДР, в общем, и там много чего непонятного, потому что ГДРовские студенты-теологи ездили учиться в Цюрих, и как бы откуда ж, как там вот эти все финансы и отношения, кто был агентом, и что в штазе оказывались полные комплекты документов всех заседаний Глауба, и так далее, в общем, этот клубок, который тянется вокруг этой персоны. И тянулся он, повторяю, Глаубе было создано в 1972 году, он все время был для него такой вот, как бы не очень хорошей репутационной историей. А тут он выдвигает тезис, что он про защиту прав человека. И, собственно, он как представитель религиозных свобод. И у Глауба начинается совсем другая история. Они выпускают, у них появляется дофинансирование в другом масштабе. И, собственно, они заявляют о том, что мы теперь занимаемся тем, что мы мониторим реализацию религиозных свобод во всей Восточной Европе, например. И на этом основании ФОС организует новую инициативу. И это отдельный такой интересный сюжет. Создается неформальная группа организаций, которая называется Винокрайзн, Венские круги, которые проходили несколько раз в году, приходили встречи, сдавали еженедельники, бюллетени, и которые, собственно, аккумулировали на себе внимание и разработку проблем того, что происходит в странах Восточной Европы и соблюдение хельсинских соглашений. А это уже повестка большой, политики в области религиозных прав и свобод. И, собственно, от имени в этом контексте Евген ФОС начинает мы, как я поняла, из архива кардинала Кёнига, организацию Винокрайзн, собственно, формат, повестку дня. И приглашая круг приглашаемых лиц, уже формировал Евген ФОС. Он просто рассылал от имени кардинала, это видны, вот эти приглашения, а внутренняя переписка показывает, что здесь он становится ключевой фигурой. И последний эпизод, о котором я вам хотела рассказать, просто он хронологически оказывается последним, но который ставит, как раз возвращает нас к вопросу о специфике коммуникации через железный занавес. Это история с поездкой кардинала Кёнига в Москву. Это 1980 год. 30 человек, 29 людей, членов вот этого упоминавшегося мною фонда Проориэнте получают частные визы, а для западных представителей получить частную, просто туристическую визу в Советский Союз, например, было быстрее по срокам, чем для граждан Восточной Европы, как выясняется. И для этого не требовалось никаких специальных документов. Вот эта группа садится на самолет, они согласовывают поездку с посольством, но они не имеют официальных приглашений ни от каких религиозных структур Советского Союза. И вот глава католической церкви Австрии садится на самолет и в качестве туриста приезжает в Советский Союз. В общем, я не знала, что эта поездка вообще-то могла быть и, собственно, была дипломатическим скандалом. Если бы я не пошла на интервью на тот момент к культурному атташе Йогану Марта, который с 1978 по 1984 год работал в Москве к культурным атташе и при котором этот сюжет произошел. И в мое первое интервью он об эти детали не рассказывал. И он пришел второй раз и подробно стал сказать, все-таки я вам хочу объяснить. Вы все-таки, видимо, не поняли, что произошло во время приезда кардинала Кёнига в Советский Союз. Я говорю, как не поняла. Это же была триумфальная поездка, потому что мне удалось получить папку отдельно поездки кардинала Кёнига в СССР. И там подборка вот этих самых разнообразных газет про то, как кардинал Кёниг вот эти картинки ездит. Причем он пробыл две недели в Советском Союзе. Он сначала был в Заворске, потом он поехал в Грузию, потом поехал в Армению. И вроде бы так, ну, внушительно. Он рассказывает как раз, почему, собственно, я и заглавила свой доклад «Воображай духовно». Он рассказывает про особенности, уникальности восточной духовности, про то, какие в официальных интервью, как оно все вообще, его впечатлили переполненные церкви, обилие верующих, сердечность. Он говорит, вы не понимаете. Я говорю, да, видимо, я что-то не понимаю. И потом, когда я внимательно, да, вот еще одна газета, вся австрийская пресса, причем не только церковная, а и воскресные еженедельники, это было крупнейшим и как бы медиасобытием, внесшим кардинала, вот, собственно, в прессу нейтральной страны. Я никак не могла понять, почему я с советской стороны не видела документов по поводу его приезда. Думаю, ну, наверное, упустила, вернусь в Москву, пойду в Совет по делам религии, буду там тщательнее прорабатывать встречи. Оказывается, что встреч-то не было, и в Загорск делегация попала только на конференцию, которая в тот момент шла, посвященная разоружению, там, безъядерному миру и так далее. И они не смогли добиться, вот, собственно, Йоган Марте пришел в интервью, рассказывал о том, что он пытался дозвониться до председателя отдела внешних церковных сношений на тот момент митрополита Ювеналия, договориться о встрече кардинала с ними. Он пытался звонить уже напрямую в патриархию, и не было контакта. Их проигнать. Они говорят, ну, может быть, мы тогда сходим в Совет по делам религии Кураедову, как бы, может быть, он нам санкционирует, мы объясним смысл визита проориента, вообще официальная индикация. Их тоже там блок. И дальше они приехали в Грузию, и с ними католикоз тоже не смог встретиться, поскольку он был болен. На тот момент на звонки не отвечал, а нет, у него была неотъемлемая, такая неотложная встреча во время, как раз в тот момент срочно уехал из Тбилиси. И тоже, собственно, была блокада. Единственный официальный человек, который согласился на индивидуальную встречу с ними, был армянский католикоз. Вот. А все остальные тщательно избегали. Ее, и по сути дела, это как бы вопрос об успешности, эта история ставит очень много вопросов. Но зато ему удалось съездить и причастить. Да, в Москве он служил в костеле святого Людовика, потом он съездил, причастил австрийскую революционерку, которая жила, вот старушка, какая 90-летняя. Вот. И фотографии об этом лежат в архиве, об этом рассказывал Йоган Мартын. В общем, здесь множество таких интересных вопросов и нюансов. И есть в Катпресс, да, вот есть фотографии со встреч. То есть мы видим, что формально общение было. Он приехал в Загорск. Мы видим протокольные фотографии на разных уровнях. Мы видим фотографии патриарха. И, собственно, как из медийного события понять, что это права. Мы там ни разу не увидим вместе патриарха и Карпинала Кёнинга, когда начнем присмотреть. А? Было, но фотография была. Отдельно патриарха, по-моему. Отдельно? Вот. Упрощение. Сейчас, да. Вот, его пустили на... Вот, вот это вот. Нет, выше. Его, значит, а они принимали... Вот это. А это не Пинбер. А кто это? Он тоже Апиньбер. Нет, его, значит, что поофициально, что рассказывает... А, ну это не Пинбер. А, ну это не Пинбер. Нет. Тебе кажется, что... Я просто, мне кажется, что это не Пинбер какой-нибудь... Я не помню, чтобы у Пинбер такая была права где-нибудь еще на очках. Но это надо идентифицировать. Что рассказывает Марта? Поскольку это вот как бы свежий материал, я еще пока вот не готова даже всех тут персонажей называть, пока хотя бы не интересно, наверное. А он на... Его позвали на богослужение. Это Дроли Делабра? Делабра. Так он Загорск приехал на большую конференцию. Он был на богослужении, и его позвали на огромный ужин, где вот были... Их встречали, им показывали, но они все хотели встреч с людьми, которые возглавляют церковь. Именно эти встречи не с патриархом. И я никак не могу понять, как он про это рассказывал, потому что вроде бы мы видим, например, смотрите, есть фотография, где он стоит с ювенарием перед столом, да? Это именно фотография, есть, но он там поправит, что он так не имеет. А, ну, это они в храме, да, стоят? Правильно я понимаю? Вот просто, увидим в таких очках, ну, то есть, что есть. Смотри. Вот. Значит, да, а что рассказывает... Что рассказывает Марта? Их пустили в церковь на богослужение, видимо, эта фотография, да, тогда сделана, вот, но это собор. Они говорят, мы хотим встречаться. Встречи нету, их зовут на ужин. Сейчас. Вот. Значит, видимо, вот эта фотография, которая вот тиражируется в газетах с ювенарием, да, это же вот... Кто там, ювенарием? Это тоже фотография на каком-то мероприятии. Его снимают потом на фоне московских соборов, и дальше они сидят пару дней в Москве, пытаются... Вот мы видим митрополита Владимира Сободана рядом с ним, который глава московской духовной академии семинария в этот момент, правильно? То есть, он не митрополит тогда, кто он? Сободан, ну, в следующую фотографию с Сободаном. Какой не видно? Вот Сободан. Да. Вот, он еще не митрополит, он тогда епископ, да, глава семинария. Вот, и вот они общаются на улице, и вот эти протокольные съемки сделаны, и они есть, и вроде бы рядом, и вроде бы речь идет о диалоге. Дальше он рассказывает, что никакого общения и диалога не было, что от них официальное руководство... Да, к чему я это рассказываю? Почему не бьются вот эти вот официальные фотографии, которые публикуются в прессе с тем, что рассказывает Марта про этот визит, да, мне не очень понятно, я говорю, для меня это открытый вопрос, с кем он встречался, не встречался. Он говорит, что встречи с патриархом они не получили. вот Маша говорит, что патриарх стоит рядом с ним на фотографии. Потому что он есть вот эти ракула... Но он в облачении, да, да, нет, я совершенно в... тем более, но он в облачении, значит, эта фотография во время службы или сразу же после, потому что в богослужебном облачении он же не будет встречаться, но кто-то поймал этот момент, когда они были рядом. То есть, да, вот эта работа пресса, который фиксирует рядом, что как бы вот есть встреча, и вообще, в общем, сообщения СМИ такие очень дружествующие. Вот в Патпрессе я нашла последний документик, который у нас мелкий, мы сейчас не будем его все детально читать, где, собственно, начинается оно словами, что я, говорит, кардинал, что я немножко вот разочарован в том, что такой симпатичный, очень верующий народ подвергается таким ограничениям свободы совести, но дальше, говорит, что-то знаете, или, в общем, вопрос времени, но из этого сообщения в прессе, которое заканчивается сообщением, и это было то, что пущено в немецкой прессе, в церковной, оно вообще другой тональности, после возвращения, я потом, если кому интересно, просто могу его разослать, снимала я, поскольку не очень официально на телефон, поэтому качество было соответствующее, заканчивается оно сообщением профессора доктора Эннса Цукнера, который потом выпустил многотопника об истории взаимоотношений церквей Востока и Запада, он сейчас переведен на русский язык, он сообщает о том, что что те верующие, которые хотели поучаствовать в богослужении кардинала Кёнига в соборе Святого Людовика, короче, вот их там задерживала милиция, вообще там у них были всяческие какие-то истории, и на этом новостное сообщение заканчивается, а большой текст о том, что вот они там передавали с кем там встретились, не встретились, какие они получили подарки, и несколько раз сообщение, что важно указывается, что они не получали официальных приглашений от религиозных организаций, и не имели официальных встреч с представителями советских инстанций, что это была их частная как бы инициатива фонда Проориента. Вот, вот это вот просто такой сюжет, который очень хотелось рассказать, поскольку он показывает в ту неоднозначность, многомерность и собственно роли, и комплекс факторов, который участвовал вот в религиозных контактах в период Холодной войны, потому что мы здесь видим несколько уровней. С одной стороны вопрос о достаточной прозрачности железного занятости, то есть если кардинал Кюнин просто захотел поехать в Советский Союз, с 30 людьми он взял и поехал, 30 человек в группе приехало частным образом в 80-м году, спокойно объездили все, что хотели, побывали в разных республиках, спокойно и неспокойно, да, но тем не менее, то есть история про жесткую закрытость, это, во-первых, тоже вопрос, во-вторых, во-вторых, история про уровень и характер дипломатии, то есть казалось бы, что глава церкви может и не поехать, то есть представить себе, что глава церкви нарушает церковный протокол и едет на другую, чужую, каноническую территорию, а уж тем более католик, вот, это тоже, это могло бы иметь в том числе и политический резонанс, скандал и вообще самые разные интерпретации, в Советском Союзе этот эпизод тщательнейшим образом обходится молчанием, мы не видим никаких не наездов, при том, что вообще как бы агрессивные реплики в адрес религиозников, занимающихся так или иначе нарушением прав верующих и вообще вмешивающихся в жизнь, в религиозную жизнь Советского Союза, это массово, да, мы знаем книжки там Беловой и еще его соавтор, который называется «Диверсия без динамита», там, есть даже карикатуры про туристов, из которых там из-под шуб валится писание у них и так далее, вот, то есть это все некоторые такое, в общем, и про то, что буржуазные круги хотят использовать религию в своих целях и вообще как бы, да, натравить против, вот здесь мы не видим таких вот эпизодов, не видим резонансов, не видим протестных переписок и на уровне дипломатии, но это вот такой вот неожиданный, на мой взгляд, и в общем, он был самое главное, почему блокировались встречи. Для меня есть только один ответ, советская сторона не знала, как реагировать и как себя вести, потому что, в общем, были правила игры холодной войны, которые, в общем, всем были понятны, готовы были встречаться с кардиналом Казароли, почему, которого, кстати, да, вот вообще в официальной историографии холодной войны и церковных отношений обычно называют архитектором восточной политики, австрийцы считают, что вообще инициатором во восточной политике, конечно, был кардинал Кёника, не Казароли, вот, но кардинал Казароли, он возглавлял комитет по межгосударственным, ну, штат, был секретарем межгосударственным отношениям, и он действительно ездил, общался только с правительствами соцстранов, вот, здесь кардинал этих историй избегал, как он избегал и участия в официальных миротворческих форумах, он никогда не ездил на советские миротворческие акции в защиту мира, там, за безъядерный мир, за спасение человечества, защиту жизни, при том, что он поддерживал истории защиту жизни у себя в стране, мы видим его участие в форумах, это означало совсем другое, естественно, в случае Австрии, это противоабортная история, вот, но тем не менее, в общем, это, вот, он дистанцировался, но взять, вот так вот, ну, и приехать, и вообще, собственно, да, вот это вот его история, про то, что увидеть собственными глазами, сделать мост, вот, ну, и судя по всему, с армянами, действительно, у проориента сложились, в итоге, хорошие отношения, они стараются же там потом отправили студентов поучиться в Вену, кто-то приехал учиться из австрийцев, вот, ну, и, в общем, вот такая вот неожиданная один из эпизодов коммуникации холодной войны, и я прошу прощения, если я вас задерживаю, значит, переходя к заключению, что я хотела сказать глобально, ну, во-первых, что, конечно, Австрия, это уникальная католическая страна, поскольку с таким руководителем, и вообще с таким посылом, они очень интересно вписались в это глобализирующееся секулярное общество, и мы видим, как кардинал очень успешно, используют законы медиа мира, там законы, там развития туризма, вообще новых форм коммуникации, он говорит на языке и о проблемах современного общества, в общем, очень актуально, да, его нет такого, что церковь это тот самый отживший, отмирающий институт, вот, и вот это его амбициозная роль, претензия на роль моста, вот как между Восточной Европой и Западной, в случае с Советским Союзом имело, как вы видите, такое очень, ну, неоднозначное измерение, ответ о том, что это было, и как стоит это интерпретировать, и вообще, собственно, о чем это событие нам рассказывает, вот, но тем не менее важно то, что своим и постоянным, и стабильным интересом, поддержанием этого интереса к Восточной Духовности, мы видим новые измерения, в том числе и Холодной войны, например, в Астре популярны выставки русских икон, обсуждаются тексты русских духовных писателей, интерес к церковному праву, потому что создаются кафедры изучения восточных церквей, институт и так далее, вот, древ, духовно-аскетические практики, причем это из разных таких, как бы, точек, но тем не менее, эти истории идут, и эта тема не про маргиналиев, не про отживающих свой век, а тема для элит, для культурного вообще обмена, культурного трансфера и так далее, и вот, и еще для меня было интересно, наверное, не только для меня, важно то, что руководством социалистической левой Австрии право и интерес католической церкви на участие в международной жизни, в глобальной системе международных отношений признается и уважается, и дип-структуры рапортуют кардиналы регулярно о том, что происходит в тех странах, в которых они работают, то есть это, да, совсем другой формат взаимоотношений с церковью, вот, и, соответственно, мы видим, что, в общем-то, не работает случай с Австрией, однозначно схема про то, что религиозный мир делился на, соответственно, борцов фронта холодной войны и экуминистов, которые вступали в этот диалог, мы видим, как бы, да, очень многие разнообразные и сложные пересечения, и кардиналы Кёнига, как раз и его линию невозможно причислить ни к тем, ни другим, вот, и вообще, вот эта вот история, что религиозные контакты, религиозная жизнь в период холодной войны, вот эта система коммуникации очень сложная и разная, оказалась в серой зоне, как история дипломатии, так и история культурного трансфера, вот так и собственной истории туризма, она дает какой-то потенциал для самых разных изучений, измерений и вообще, может быть, возвращения к ней интереса, и именно об этом я, собственно, хотела поделиться с коллегами. Спасибо. Спасибо за потрясающий доклад. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы к желанчику, к содержанию, потому что, действительно, очень интересно, на мой взгляд, материал... Скажите, пожалуйста, если вы висите в Москву, как вы висите, более идеально или в госпитании? Сейчас скажу. По-моему, они были, там, память Сергия Радемирского, это у нас. Я сейчас... Это осенний, есть июльский. А есть июльский. Я сейчас чуть позже, я сейчас посмотрю программу, и тут помню, что-то быстро. Так, часы... Сейчас, сейчас, сейчас... часы идут, а... Сейчас эта бумажка про то, как к кому обращаться. А, сентябрь, 18-28 сентября, то кто-то снижает в годы. Слушай, если вы не подошла мне, а может, олимпиады? А может, в Алгемии тоже. Почему пустили? Ну, потому что я не знаю, но вот те, кто сейчас... Если вы даваете на заранее... Три дня говорили, срок подальше был. Исходя из других источников, это источники Луинонита, на 1980-й год из-за олимпиады закрыли все религиозные делегации. Они были 70-я там, они были 81-х. А может, он поэтому поехал по туристической визе тоже? Прямую, как туристикам, вы увидите дальше, что не знаю. В принципе... Вот для меня это все история с открытым. Я не хочу как-то... В принципе, это, конечно, магинальный случай. Ленониты, они были летом, они собирались приехать делегации. Совет по делам религии сказал, что делегации нет. Они приехали туристами, но их приняли и в Совет по делам религии. И т.д. и т.п. Правда, потом случались казусы. Юханнес Дюк заканчивает писать, будет защищать работу в свободном университете Амстердама как раз по истории Минолитвы в Советском Союзе. Вот, и поэтому мы как раз эти реплики... Изнутри евро-сточников богатых контактов. Надежда Алексеевна, большое спасибо за такую интересную, увлекательную... Не получилось, да, несмотря на то, что... Сейчас я даже записал цитату, да, печатались карты с концлагерями, но почему-то эта информация откликов в западном мире не находила. Между тем, мы знаем, что на рубеже... 90 лет назад, да, на рубеже 20-30-х годов, в 29-30-м году, собственно, компания в защиту гонимых верующих в СССР имела очень широкий резонанс на Западе, начавшись в Англии. Сначала еще в конце 28-го имела широкий резонанс, перекинулась на континент, и закончилась в результате все это знаменитым посланием Папы с призывом к молитвам за верующих в СССР, и это имело как конфессиональный, так и политический резонанс, поскольку в Англии чуть ли не скинули эльбористов в контексте всей этой кампании. Вот, эльбористы, которые, так сказать, пытались установить контакты с Советским Союзом. Вот почему в 29-30-м это интересовало западное общество, это сработало, эта тема, интерес к этой теме, а в 60-е и 70-е как это вот не пошло? Какая ваша точка зрения? Ну, здесь скорее в нашем институте есть специалисты, как раз истории, и общество, и нейтральное государство, и, собственно, этот ответ возможно легко списать на часто употребляющиеся нами, во-первых, концепции кульверизации, общие, а второе, конечно, изменение роли и веса Советского Союза и людей социализма в глобальном контексте. И вот эта политика реального социализма, она делала неактуальный контекст холодной войны, он каким-то очень специфическим образом даже влиял на религиозные круги. И, собственно, вот эта история не обострять, не ссориться, и о том, как стоит интерпретировать события, мы видим, что этот вопрос начинает уже разделять религиозные западные сообщества, это видно в том числе и в переписках, вопрос вообще поднять тему о положении верующих в СССР для нейтральных стран становится вопросом политическим. И так читается и воспринимается гражданами, правительствами и вообще прессой Швейцарии, например. То есть ты однозначно будешь борцом и антисоветчиком, если ты вообще будешь выступать с докладом «Религиозная свобода в Советском Союзе». Представляю, я... А? Да вы не тоже так было. Ну, возможно. Просто здесь интересно, что общество тоже на это не... Ну, им не становится это... Это интересно, явно. Нет социальной поддержки. Вот возможно для того, что усиливается вес обще-социалистических партий. Возможно, вообще политически... Я не знаю, говорю, насколько это связано вообще с отходом от «Религи». Интересно другое, что мы в Вене делали такой маленький воркшоп, на котором моя английская коллега рассказывала о том, как история солдата Ивана Моисеева, а это солдат из... не зарегистрировано отчима евангельских христиан-баптистов, который служил в Советском Союзе, и там погиб при загадочных обстоятельствах уже накануне демобилизации. И он был ординарием советского полковника. История про то, что он был замучен за веру, его тело передали родственникам, родственники вскрыли, обнаружили множественные повреждения, насильственная смерть. Вот. И эта история про то, что человек погиб за свою веру, как незарегистрированный евангельский христиан-баптист, она пошла в сам издате и очень быстро перекочевала. Так вот, в Америке она имела такое продолжение, что в консервативном евангелическом издании были изданы книжки для детей про жизнь Вани, про то, как мальчик в Советском Союзе жил, спасался, и вообще как бы там верующие живут, их преследуют и убивают за их веру, и как нужно быть правильным христианином, и как нужно брать образец христиан Советского Союза для того, чтобы быть настоящими христианами. И в американских определенных кругах вот таких вот, возможно, это просто, если мы скажем понятие консервативной евангелики, что-то это объяснить. Может не объяснить, но то, что эта история имела, именно приобрела дидактические характеристики и стала основой вплоть до изучения в воскресных школах вот этот мальчик Ваня, мученик Ваня, это вот совершенно, вот, она реконструировала историю этих тетушек, и, кстати, интересно, что вот эти тетушки, дамы, которые сделали себе имя вот на этих детских книжках, они до этого были просто американскими домохозяйками, а потом вдруг книжки пошли массовым тиражом. К вопросу, почему, я не знаю, почему это надо изучать, почему одни события, одни имена, одни фигуры выстреливают и имели огромный медийный резонанс, вот как, а другие просто вот гонулись никуда, для меня этого, да, и эти дамы имели когда-то, почему им стала интересна история советского мальчика Вани, какой-то был предок в Советском Союзе, в связи с этим, как у Евгена Фоса, бабушка была родом оттуда-то, с Поволжья, вот, и они начинали вот эти истории как-то рассказывать, интерпретировать, но говорить их таким языком и такими понятиями, которые были понятны и значимы евангеликам, тем американским, и почему, вот, а какие-то другие, вот, например, Великопостное письмо Солженицына, оно было опубликовано, по-моему, на всех языках, кто в Советском Союзе знал и понимал, да, вообще, о чем говорилось Великопостное письмо Солженицына, его здесь знают, вообще о другом, а почему-то во всей христианской прессе оно было полностью опубликовано, еще по нескольку раз перепечатывалось и совершенно вот стало таким очень важным, знаковым историей про то, как духовная жизнь проходит в Советском Союзе и какие там проблемы. Вот почему, не знаю, для меня это вот тема, которая меня очень интересует именно трансфера и вопрос о том, почему одно было медиа события, а другое или нет. Что слышали люди там про религиозную жизнь здесь, это вообще открыто. Если какие-нибудь еще вопросы, коллеги. Думаю, их, конечно, будет много, вот, еще раз большое спасибо Надежде Алисовне за ваш замечательный доклад. Вот, я хочу отметить, коллеги, что это первое заседание нашего семинара, мы надеемся, что он станет постоянным, мы ориентируемся на то, что у нас будет каждая следующая сессия один раз в месяц, вот, соответственно, все новости об этом мы будем стараться до вас, до ваших свидетель доводить оперативно. Еще раз большое спасибо докладчику, спасибо вам, что вы пришли и до новых встреч. Спасибо вам огромное. Спасибо.